Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В большинстве случаев граждане экономят свое время, проявляя безалаберность и переходят там, где им удобнее, подвергая свою жизнь большому риску. Несмотря на все мероприятия, данных троп, наверное, не становится меньше, хотя совместно с работниками железнодорожного транспорта, в первую очередь, мы принимаем меры, проводим рейдовые мероприятия, в первую очередь, по разъяснению гражданам той опасности, которой грозит им. С сотрудниками, инспекторами по делам несовершеннолетних в школьных учреждениях, в дошкольных учреждениях также проводятся мероприятия, лекции, беседы с школьниками, дошкольниками, в которых разъясняется безопасность пребывания на объектах железнодорожного транспорта и, в том числе, безопасность перехода железнодорожного транспорта по оборудованным переходам. А наказания для пешеходов, которые переходят пути в неположенном месте, какие? К сожалению, сейчас на уровне законодательства наказание минимальное, это 100 рублей штрафа, либо предупреждение. В полном объеме граждане, наверное, не воспринимают вот это наказание, потому что оно минимальное. Но я думаю, что в ближайшее время будут приняты меры по ужесточению данного наказания. Какие меры безопасности должны соблюдаться на железнодорожных вокзалах? В первую очередь, как мы уже с вами говорили, это безопасность перехода железнодорожных путей, как на территории вокзалов станции, так и на перегонах, то есть вдали от железнодорожных больших вокзалов платформ. Как показывает практика, то есть ряд случаев бывает, когда люди переходят железнодорожные пути, не обращая внимания, на то идет поезд или не идет, одев там наушники, капюшон, тем самым кругозор их сужается и зачастую происходит фактор травмирования, иногда даже с летальным исходом. По проезду в железнодорожном транспорте, в электропоездах, в поездах я бы рекомендовал соблюдать все-таки, в первую очередь, имущественную безопасность, не оставлять свои вещи без присмотра, не доверять свои вещи посторонним гражданам, не оставлять свои телефоны на вокзалах без внимания, когда ставят на зарядку данные телефоны. В тех случаях, когда железнодорожные пути перегородили железнодорожные составы, в том числе и грузовые, не подлазить под железнодорожные составы и по железнодорожным составам. Велика вероятность, в большинстве случаев, это травмирование током. А если люди увидели какие-то вещи бесхозные на вокзале, что делать? Ну, если рядом находится сотрудник полиции, безусловно, сообщить ему, если есть рядом сотрудник железнодорожного транспорта, железнодорожник, проще скажем, также обратиться к нему. Если нет рядом сотрудников, нет железнодорожников, можно просто позвонить по телефону 02-112. Но самим вещи трогать нельзя? Однозначно нельзя их трогать. Как показывает, опять-таки, практика, в нашей стране это тоже небезопасно. Но у нас таких инцидентов каких-то не было на вокзалах? Не было. У нас на территории Рязанской области таких инцидентов. Все спокойно? Так точно. Также ваше ведомство следит за порядком на реке, обслуживает 480 километров реки Ака. Какие нарушения на воде допускаются чаще всего? Чаще всего нарушения происходят в летний период, потому что это основной период, когда граждане, жители нашего города, области прибывают на реке Ака. Это либо незаконный вылов рыбы, как-то административное правонарушение, либо уголовное преступление, появление на объектах речного транспорта в пьяном виде, ну, также мелкое хулиганство. Браконьеров становится год от года больше или меньше? В настоящее время в связи с ужесточением законодательства, в частности увеличением штрафа за вылов, незаконный вылов водных биоресурсов, штраф вырос практически в 10 раз. Я думаю, что эффект должен последовать, и будет меньше нарушителей. Какую рыбу браконьеры ловят чаще всего? Или нет разделения? Ну, в основном нет разделения, то есть, как бы, все, что наша река Ака приносит, все они выловляют. В какой период ловить сетями на Аке нельзя? С сетями вообще ловить нельзя, как бы, ну, для нормального человека, гражданина, как бы, это не является каким-то спортом, да, ловли с сетями, не является каким-то азартным мероприятием, как бы, ну, интерес не так велик, наверное. Не так интересно поймать рыбу с сетями, как удочкой, спиннингом. В основном, конечно, добропорядочные граждане попадаются на реке. У нас много рыболов-любителей, но также запрещено еще ловлю рыбы в период нереста. То есть он в ближайшее время уже начнется? В апреле месяце начинается нерест, в данное время вообще лов рыбы запрещен. В апреле будут проводиться рейдовые мероприятия? В обязательном порядке мы совместно с государственной инспекцией по маломерным судам, с рыбинспекцией проводим эти мероприятия по недопущению нарушений в части незаконного вылова рыбы. Если браконьерам попадается, да, сотрудникам, рыбный улов куда дальше? После проведения экспертизы рыбный улов уничтожается. То есть рыба погибает просто и все? Совершенно верно. В этом году исполняется 100 лет со дня основания ведомства. Что бы вы хотели пожелать сотрудникам? В преддверии праздника хотелось бы ветеранам транспортной полиции пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, а сотрудникам, которые сейчас находятся в строю, тоже безусловно здоровья и с честью выполнять свой долг в транспортной полиции. В гостях программы «Городские встречи» был Роман Боручев, начальник Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте. Спасибо, что пришли. До свидания. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова